привет друзья рада вас видеть на новом уроке сегодня мы будем рисовать пейзаж с лебедем за который вы проголосовали и вконтакте и в telegram больше всего было голосов именно за него и он действительно такой таинственный романтичный красивый пейзаж который вот мне тоже хотелось нарисовать что-то в духе туманного пейзажа помните который мы делали на бархатной бумаге он тоже очень интересно получался я на него оставлю ссылочку внизу поэтому кто не видел не рисовал по нему обратите внимание посмотрите думаю вам понравится передо мной да такой странный кусок бумаги и из чего хотелось бы начать вы знаете есть абразивная бумага пастель мат и она такая достаточно высокая по стоимости остаются вот такого плана кусочки на которых даже что-то вот я тестила да и хочу показать просто что с ними тоже можно работать поэтому предлагаю сделать сначала адекватный нормальный вариант который подойдет для картины с лебедем и хочу показать вам акварельный подмалевок который нам пригодится вот этот подмалевок будет закрывать цвет рыжей терракотовой бумаги и я хочу сделать фон на близкий к тому который на референсе чтобы это было более логично то есть мы покрасим такие сложные цвета его думаю это будет интересный опыт один раз дам мы так уже поступали точно такое видео было но я периодически тоже так делаю честно говоря когда нужно поменять цвет бумаги подмалевки можно делать и на обычной бумаги и целлюлоза но она ведет себя немножко по-другому и и сразу нужно хорошо закреплять иначе она пойдет волнами и намокнет здесь же пастель мат это картон то есть это вот такая картон очка на которые слои абразивного напыления и поэтому она выдерживает все это лучше так что сейчас мы с вами вместе и покрасим для этого можно использовать кстати и не только акварель и это могут быть и гуашевые краски и акрил даже но акварель она будет делать более такой легкий слой и не будет сильно скрывать абразив потому что он нам нужен чтобы пастель и закреплялась на нем и все смотрелось хорошо ну что давайте начнем покрывать наш лист я уже подготовила формат обрезала ли здесь я специально оставила на какие-то моменты которые вы такие грязненькие и краски подготовила акварельные обычные то есть это детские краски даже в рисовании иногда для вот таких целей их можно использовать потому что нам все равно будет нужен пигмент да можно не делать это какими-то супер дорогими красками акварельными опять же если может быть это есть гуашь можно и то же самое гуашью сделать с примерно до такой же будет эффект даже здесь есть белый вот на него тоже добавлю водичку и да вот от каких-то детских мастер-классов они у меня остались и вот наверное только для этого я их и использую кисть у меня широкая плейт вот такая пенокс и 30 номер ну и все соответственно и наша бумага можно для удобства прикрепить если будете тоже так пробовать делать использовать обычную бумагу и и закрепите по краям обязательно рамочкой из малярного скотча иначе ну просто вот очень большой волной она пойдет и будет есть сложнее распрямиться пастель-маджо он это выдерживает только мы будем стараться не заходить вот в эти края потому что здесь идет стык самой бумаги и вот этого напыления то есть это такая пленочка сверху если туда вода а будет попадать то тоже может немножечко отслоиться слой бумаги но это если прям очень большой слой делать если слой будет аккуратный то такого не произойдет ну так вот будем этот таракотовый рыжий перекрывать я даже тесно говоря палитру не использую просто вот попробуем разные цвета добавить можно где-то да вот чуть-чуть уже наносить водичку чтобы лучше распределялась и будем экспериментировать цвет конечно очень легкие получится просто перекроем вот этот рыжеватые там красивые различные подтеки у нас могут быть не смотрите что даже они очень яркие где-то особенно да если мы берем вот эту детскую акварель такой вот экспериментик небольшой но даже не эксперимент получается всегда неплохо на края аккуратно стараюсь заходить просто чтобы там было небольшое количество водички сохнет все очень удобно на пастель мать она либо сама высыхает либо если вам нужно чтобы быстрее высохла вы можете посушить немножечко феном я посмотрю может быть даже чуть-чуть покажу как там пойдут деревья понятно не будем сейчас все прорисовывать но может быть немножко обозначу потемнее границу у нас получается озеро внутри 5 тогда наверно занимает и дальше идет лес сделаем такую красивую подготовку если этот этап вы пропускаете от совершенно не обязательно просто вот так два в одном сразу не захотелось вам и это показать как перекрывает такого плана бумагу которая как бы уже да вот никуда не используется в чистом виде и и заодно конечно нарисовать нашего лебедя еще красиво знаете что получается но это если мы будем оставлять а я не уверена что мы оставим где-то участки самой бумаги если мы добавляем вот такой вот наброск и его где-то можно ну хотя краешки попробуем оставить вы знаете я часто говорю что оставлю вот эти края цветные но все равно потом увлекаюсь и закрашиваю так ну с верхушкой думаю нормально вот здесь даже до темную границу я сделала может быть чуть побольше синего наверх так и снизу делаем больше изумрудного наша задача убрать вот все вот эти штуки всякие загрязняющие элементы на бумаге изумрудный какой-то вообще такой плохо здесь работает поэтому я смешаю яркий зеленый с вот этим синим нам и перекроем сейчас свет смотрится вроде бы до такой яркий но он высыхает и вообще ярким не будет он будет довольно блеклый поэтому сейчас даже если какие-то очень яркие цвета возьмем они все равно не останутся мы это учитываем но это нам и нужно чуть вот так аккуратно прохожусь по краешкам это можно и одним цветом делать если просто нужно перекрыть с пастельматом вообще удобная история потому что и влажной салфеткой можно протирать да из-за того что по сути это не бумага да это картон с вот таким абразивом сверху понятно все можно было бы конечно перекрасить я имею ввиду не покрывая акварелью сразу до рисовать по такого цвета бумаги но вот мне хотелось что-то придумать интереснее видите уже до лесочек там уплывает там кот на дальнем плане у меня играет и не знаю слышно это или нет только я села он проснулся и и все началось чуть-чуть темного снизу я добавила просто хочу его распределить зеленым ну на самом деле все дальше можно заниматься уже каким-то украшательством по сути мы основное все сделали чуть-чуть вот сюда может быть зеленого добавлю все это все сохнет у нас сейчас можно феном подсушить можно вот так вот оставить про элементы до дополнительные это на тот случай если что-то захотите чтобы оставалось не обязательно на этой работе а вообще да можно делать наброск из вот таких вот капелек то же самое как и в акварельной технике они будут разлетаться будут такие звездочки пушистые образовываться тоже смотрится интересно если вы с водичкой по еще не высохшим акварельному слой добавляете полосочку вода отталкивая до пигменты и освобождая здесь цвет бумаги можно так тоже делать ну все да завершаем этот момент и и будем ждать высыхания вернусь к вам уже с подсохшей готовой бумагой вот так у меня подсох в итоге лист где-то до остались какие-то участки которые я видимо не очень хорошо растерла бы здесь карандашиком да то что у меня было нарисовано пятна небольшие тоже образовались но потом увидите получилось приближено к тому что нам нужно на пейзажи и все равно сохранилась вот такая абразивная текстура да вы можете то же самое конечно делать на любой бумаги который у вас есть выбирайте по тону то что будет ближе всего к основному цвету нашего пейзажа соответственно какая-то бирюзовая серая синеватое зеленоватое вот что-то из таких тонов начнем намечать уже до возьмем давайте белый карандаш и понадобится нам немного обозначить лебедя ну не немного простроить его и возможно отметить немного подробнее потому что границы у меня была вот эта акварельная она немного смылась где начнется у нас лес и где пойдет озеро я думаю вот наверное где-то вот так да то есть это будет ну наверное да все так же до 2 5 примерно ну то есть чуть выше середины и чтобы у нас озеро было побольше по самой фактуре да когда идет вот такое покрытие чуть-чуть абразива становится как бы меньше то есть цепкость становится меньше у пастельмата в частности ну то же самое если с каким-то другим абразивом например кэнсон метен стач где мы розу рисовали с вами тоже прикреплю урок можно будет посмотреть там довольно интересно и остается там больше у меня акварельного подмалевка я думаю чем останется здесь все таки то есть чуть чуть лучше скользит чуть меньше закрепляется на такой шероховатой поверхности это мы учитываем что немножко будет меньше слоев если мы сделали покрытие первое вот таким способом но зато вот этот таракотовый где-то ушел и там практически лес уже образовался давайте найдем по размеру лебедя потом мы сделаем с вами да по плану как у нас пойдет работа сделаем лес потом сделаем озеро и в завершение у нас пойдет на переднем плане деревья которые наверху и сам лебедь но тут самое главное чтобы дальний план сначала сделали потом передний план последовательность такая приблизительная давайте посмотрим как он пойдет у нас по размеру до берем вот этот отрезочек лебедь его шея с головой находится чуть выше да если мы смотрим относительно нижней части снизу получается расстояние такое примерно вот как целый лебедь скажем так то есть чуть меньше вот этот отрезочек будет чуть меньше серединке я его легко вот так обозначаю белым карандашом потому что лебедь все равно будет белый у нас да и ну потому что его будет видно на темном фоне у меня бумага довольно темная очень светлые тогда давайте не будем брать оттенки до этих целей нам важно чтобы небольшой и не очень маленький он получился по размеру и еще было бы хорошо если бы у нас поместилось отражение вот сюда полностью потому что она довольно красиво и и будет здорово если мы его прорисуем сам такой не сильно насыщенный сложными элементами пейзаж ну вот отражением мы с вами сделаем и так мы смотрим что не доходит где-то до серединке самая правая . у лебедя сначала вот такими общими движениями можем намечать по сути у нас идет овал который в нижней части и справа мы добавляем шею и сгибаем ее пока что приблизительно вот так наметим голова пойдет тоже еще такой овальчик смотрит лебедь вниз и соответственно клюв том же направлении у него направлен это пока что примерно да вот так по композиции дальше будем уточнять примерно на одном уровне но чуть чуть подальше да все таки заходит вправо уходит голова поэтому ее мы пододвигаем по размерчику чуть-чуть повыше можно сделать шею и сейчас будем нижнюю часть уточнять приближаем себе просто изображение максимально сейчас я с ноутбука рисую бывает по-разному да и я и на ноутбуке и на телефоне открываю и вот смотрю на наш референс но это в любом случае когда идут мастер-классы да или когда заказ рисую примерно все одинаково происходит давайте шеи начнем уточнять здесь можно посильнее уже надавливать на карандашик делаем вот такую петельку и все это идет в одном движении да и голова и шеи они вместе создают вот такой поворотик наметим когда белым карандашом подробнее по мелкам по карандашикам пройдемся какие на могут пригодиться потому что конечно я больше чем нужно всего взяла как всегда и потом чем-то меньшим я думаю мы обойдемся идет у нас голова сразу эту линию мы продлеваем и здесь будет клюв мы подробно сделаем верхнюю часть а нижнюю уже проверим относительно верха когда он будет готов добавляем наш клювик сразу можно сделать разделение на темные и светлые участки потом конечно же дам и черным но даже таким черно-синим скорее мы его сделаем по размерчику голову немного будем увеличивать сейчас чуть-чуть выступающую часть здесь такой как лобик да у него идет добавляем и добавляем теперь много длиннее носик уже относительно того что мы сделали а можно легко показать где пойдет рыжий такой треугольничек на носике глаз соответственно вот он будет потом у нас темный чуть у меня нос получается больше вправо уходит у него капельку пониже но направление можно оставить думаю ничего страшного и посмотрите сейчас что расстояние между головой с клювом и до шеи до основания шеи она получается больше чем толщина шеи у нас то есть тут расстояние будет у вас побольше чем вот эта ширина вниз введем линию и сейчас будем подробнее смотреть на грудку также у нас небольшом ракурсе лебедь находится он стремится вот в ту сторону поэтому получается что мы не видим полностью да вот разворот его тело если бы он вот прямо на нас смотрел поэтому будем уголочек здесь добавлять и соответственно немножко меньше вот эта зона будет чем он был бы прям вот ровно на нас повернут смотрим как идет здесь грудка еще немножко побольше давайте сделаем вот этот изгиб красивый и помним что до клювика не доходит участок груди вот здесь его мы оставляем и идем дальше сразу движение немножко диагональную добавим сне прямо до горизонтально а вот немного идет такой вот угол как бы он плывет либо остановился а скорее всего в этом направлении чтобы был небольшой наклон так теперь по размеру давайте проверим берем участок где заканчивается шея можно мысленно можно и провести легко такой перпендикуляр вниз потому что все равно мы этот участок закрасим и и мы увидим что в такой темный участок и завершение вот этой светлой зоны немножко правее находится сейчас я намечу будет понятнее то есть вот закончился светлый участок и здесь вы видите что крылышко там поднимается вот чуть-чуть его правее сдвигаем по размеру да как можно проверить мы померяем с вами длину телом так горизонтально и сколько она раз укладывается если мы возьмем вертикаль даже на глаз можно посмотреть что ну плюс минус они одинаковые чуть-чуть подлиннее тела в ширину но все равно очень широким его не делайте давайте сейчас вот так примерно мы его завершим также мы делаем небольшой уголочек вот здесь такие пушистые перышки которые на задней части идут у лебедя дальше поднимаем крылышки и здесь вот эта вся красота она и пойдет делаем крылышко которая находится справа она к шее вот так уходит разделение нам нужно будет сделать на два крыла и будем еще кое-что сейчас мерить вот где закончился клюв тоже можно еще одну линию провести уже горизонтально и посмотреть что крыло особенно то которое справа она все-таки чуть пониже до находится вот так его высоко очень не делаем второе же она идет чуть чуть повыше этой линии она немного приподнята и вот так мы замыкаем эти линии и находим крылом соответственно здесь можно сделать уголочек выступ который там идет добавить крылышко которая под ним оперение уже и вот примерно на уровне арочки дальнего крыла находится еще одна у ближнего там чуть-чуть она пониже так здесь вот эта темная зона получается можно чуть-чуть сразу я тоном закрашу немного сделаю посветлее вот здесь до получается светлый участок здесь тоже светло здесь более темные и такой сверху красивый свет добавим на лебедя крылья крылья примерно мы прорисовали сейчас чуть-чуть еще будем уточнять и считайте мы закончили с ним вот да вот таким образом то есть не такая большая ширина как могла бы да здесь казаться и кстати посмотрите потом еще капелька здесь будет вообще будет очень красиво по шее да что касается шеи немножко сейчас смотрю все таки хочется ее чуть-чуть приподнять повыше даже вот здесь ну немного высоты добавить чтобы более такая на лебединое получилось сейчас капельку здесь хочу поднять и немножко сделать больше вот эту петельку там вот немножко но когда будем работать уже с пастелью там небольшие какие-то изменения дополнения не могут быть конечно да по отражению его будем делать все мелками когда начнем работу с цветом но сейчас вы можете приблизительно примерно его тоже намечать по высоте по длине она будет равно приблизительно нашему лебедю то есть вот так вот вниз мы сделаем отражение будет красиво что мы его прорисуем и там кстати небольшая вот такая диагональ к тоже идет то есть вот так вот отражается но это уже наверно потому что таким образом наше озеро но течет там поток какой-то идет вокруг тоже сделаем дополнительные волны ну что все я думаю можно начинать оставляем вот так вот его если боитесь что как он разотрется в процессе рисования леса можно подложить на участок птицы лебеди птицы правильно какую-то бумагу да кальку можно подложить и закрыть эту зону для безопасности по карандашам и мелкам я довольно много честно говоря собрала здесь по брендам разные они у меня получаются вот эти толстенькие мелочки это из набора портретного сынелье точнее зеленые желтые белые они до из портрета это уже голубые я отдельно докупала они мягкие они такие экстра софт пастель которая очень яркие оттенки дает мягкое нанесение жирненькое такое что нам будет актуально когда будем делать свечение на лебеде на листьях поэтому когда в конце добавляем верхние слои лучше при себе иметь какой-то мягкий мелочек и не помню положила ли я толстячка такого вот это до сих пор у меня оставшиеся от черной речки черная речка делала свою пастель мягкую и вот такой толстенький мелок остался тоже очень хорошие может быть для каких-то осветлений тоже пригодится довольно много разных темных зеленых тоже санелье вот такие потом которые вы видите в облаточке длинненькие круглые это дель ровни все пастель она не сказал бы я что очень прям мягкая на экстра софт на нас скорее такого средней мягкости и его для таких целей тоже хорошо подходит даже во два таких супер бюджетных вист артиста у меня набор до сих пор остался и какие-то из них я подключаю галере мелкие фабер каста и вот эти квадратные они на самом деле наподобие минжу мелков это тоже был набор который на джексон сарт я покупала вот такой это джексон с пастель она довольно твердая но опять же если на абразиве она все подходит если у вас бумага генсен фабриана дай или там может быть еще какая-то классическая именно бумага то помягче мелки конечно же они будут лучше работать ну что начнем тогда мы с леса с фона сделаем темную границу для этого понадобится нам сочетание таких темно-синих темно-зеленых то есть вот такие могут быть мелки с добавлением черного фон мы будем делать мелками преимущественно конечно карандаши уже будем подключать на прорисовку поближе где будет вода лебедь где будут листья с веточками веточки нужно будет сделать там если приглядеться даже какие-то ягодки такие присутствуют все это будет очень здорово прорисовать и даже вот я думаю вверх с этими листьями это будет более кропотливая у нас работа чем все остальное по карандашам а намечала я карандашом фабр более мягкие да такие это стабила который штабила дам по моему надо произносить у меня поправляли помню также по брендам есть бронзил есть вот такие карандаши от конте фабры и и что еще ну вот и вроде вроде бы все да вроде бы все я просто по цветам посмотрела которые подойдут не так много карандашей нам понадобятся белые черные до темно-коричневые 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 вот такой очень неплохое фабрик асток который оттенок 177 получается в общем очень темно-коричневый и он такой довольно жесткий но вот для прорисовок каких-то вот этих веточек это то что нужно потому что те же бронзил они классные такие удобные мягенькие очень но они знаете для каких-то более ну чуть-чуть для более крупных прорисовок пигментом замечательный но они как бы помягче фабр они такие прям собраны более жесткие ну в принципе в основной вот такой несколько зеленых серые яркие зеленые яркие желтые точно будет нужен но может быть и оранжевый на листья там можно будет и мелками справиться поэтому исходите из того что есть на данный момент оттенков не так много плюс те же листья мы можем по тону немножко менять правильный тон нам нужно будет сделать у леса у воды у лебедя листья они могут уходить как более зеленый так и более желтый оттеночек ну что давайте мы будем уже начинать нам нужно верхнюю часть немножко отделить от нижней по оттеночкам хочу разные здесь смешать и темно-синий у меня он на самом деле не такой прям чтобы очень темно-синий скорее более яркий немножко темных зеленого и там преимущественно везде будет сочетание синего зеленого и немножко теплого поэтому какой-то вот такого плана оливковый травяной оттенок зеленого сложные такой немножко грязненький он пригодится чуть-чуть размешиваю растушевываю абразивная бумага если у вас тоже она будет растушевываться конечно хуже так что слой должен быть побольше если бумага у вас обычная пастельная тогда не делайте очень большой слой немножко добавляю черного там действительно темная зона идет и нам нужно сделать разделение на верхние на верхнюю часть и на нижнюю растушевывать можете пальчиком можете растушевкой я по-разному делаю на самом деле когда мне не нужно очень большую площадь заполнить я обычно работаю пальцами если нужен кусок какой-то помассивнее а то можно сделать тогда уже растушевкой но это если более гладкий фон здесь все-таки довольно много у нас деревьев это зеленые обычные кстати из набора минджу многие их ругают за фигмент до что он где-то не очень стойки что цвета особенно да они очень такие яркие но если все это идет смесях то абсолютно нормально это смотрится и даже на его фоне вот этого зеленого травяного вот такой вот изумрудный оттеночек он сразу начинает смотреться более разбеленным и говоря да про разбеленность такую она нам будет нужна потому что есть эффект такой дымки до небольшого тумана который мы тоже с вами сделаем поэтому сначала темные местечки у нас пойдут сверху там все будет уже более свет можно взять какой-то сложный зеленый теперь и в идеале сочетание вот такого зеленого к нему можно добавлять изумрудный оттеночек даже какой-то бирюзовый и можно еще добавлять туда синий поэтому посмотрите что сейчас подойдет из вашей палитры а вот у меня вот сложный зеленый сейчас он даже каким-то до коричневатым может быть смотрится на общем фоне сочетание вот с таким ярким синим он дает довольно похожее состояние и после этого нам нужно будет по сути только с вами осветлить я конечно вот в моей рыбке так все нагромоздила но вот глаза просто разбегались и хотелось положить максимальное количество сверху я добавлю больше синего и там есть как будто более яркое да такое свечение чуть-чуть его пригласим конечно но он сам по себе работает неплохо и очень я довольна вот этим все таки набором такие приятные мелки сейчас честно говоря я не смотрела сколько вот сейчас на данный момент времени до выхождения выхода видео они по стоимости раньше было доступны ими нормально было цена сейчас дали ровни конечно точно будут подороже и зеленый очень неплохой для каких-то сложных участков для сложной листвы красиво смотрится и опять же в смесях с более яркими получается тоже хороший результат синий вот опять же вот это смотрится на другой бумаги более сложным здесь потому что фон до уже темный то вместе кажется что какой-то он очень яркий немножко зеленого еще добавляю сверху сначала можно сделать достаточно много разных оттенков потому что растушевывать нам тоже нужно будет много их вместе чуть-чуть осветление будем добавлять вот такого теплого оттеночка немножко и на него потом пойдет уже холодный и дальше из этой массы мы выберем самые светлые участочки которые идут как завершение крон деревьев их прорисуем но перед этим нужно чтобы слой он уже здесь появился сейчас посмотрю может быть какую-то возьму растушевочку побольше чтобы чуть удобнее мне было распространить вот так так и какую и немножечко заглажу помягче поверхней части до хочется еще чего-то такого синеватого сверху даже я бы добавила ближе к фиолетовому вот такой оттеночек чтобы в общей массе тоже его с другими перемешать и еще можно чуть-чуть синего либо изумрудного сверху может быть похолоднее оттенок зелени потому что на его фоне будут листья довольно теплые и вместе это будет то что нужно на холодном фоне они будут еще ярче смотреться немножко заглаживаю вот так распространяю мне нужно будет еще больше тона добавить особенно в уголки можно взять даже голубенький немного потому что все равно он синим там единица так чуть-чуть растушевываю и капельку зеленого просто для усложнения вот этой общей массы хочется именно посмешивать можно чистый серый какой-то взять если слишком яркие цвета у вас получаются и нужно сделать потемнее так ну что мне кажется капельку фиолетового вот мне хочется даже знаете какого у меня есть вот такой он более спокойный как будто уже с белым я его немножко добавлю потому что у меня просто очень бирюзу сейчас ушло капельку сиреневого мне хочется такими вот абстрактными волнушками движениями волнистыми его добавляю так растушевываю и можно будет уже начать нам более подробную прорисовку то есть обозначить где пойдут вершинки растений с правой стороны тут мы видим что кустик у нас деревца более теплая поверху идет поэтому я взяла зеленый который такой оливковый с теплым оттеночком как будто точечками мы вот так вот добавляем дальше растушевываем если он будет слишком ярким у вас смотреться то можно ему в компанию добавить какой-то более в серенький в холодный вот такой вот у меня довольно светлый сиреневатый есть его можно с ним смешать и сделать такой более нейтральный цвет то есть добавляем блики и их потом как бы впечатываем туда растушевываем если бумага у вас классическая буду повторяться то растушевываем не сильно иначе эти пятнышки они просто не будут заметны чуть-чуть вот сюда еще могу тепленького чуть-чуть добавить смотрим дальше здесь кустик похолоднее можно взять зеленый такой вот холодный хочу попробовать специально его для одного фона брала это невская палитра наша пастель она очень мягкая это софт тоже экстрасофт мне нужен просто был вот такой вот яркий фон она из минусов прям так крошится бывает экстрасофт пастельно сильно не крошится так здесь она прям вот видите все я вот сняла эту облатку и она разлетелась это неприятно конечно но что поделать цена зато довольно приятная там немного стоит один мелок я сейчас не подскажу но когда буду монтировать урок если не забуду я прикреплю ссылочку цвета такие хорошие и ну вот этот конечно яркий но я думаю если я его в тушую то будет хорошо смотреться красивое свечение он дает правда очень-очень мягенький и вот мне кажется это хорошая альтернатива другой мягкой пастели на которую там уже будет неподъемный где-то ценник с ней же мы пойдем давайте видите вот что происходит вот раз и все вот она крошится и но это неудобно особенно если мне не нужны вот прям такие широкие детали не очень это все здорово но свои плюсы свои минусы уходит конечно тоже быстро потому что мягкая можно не надеяться что один мелочек очень долго прослужит маловероятно но зато пигмент да вот такой вот яркий если на вот это украшение внимание не обращать прям видите много пигмента растушевывается довольно хорошо хорошо объединяется посмотрим по цвету как там свечение получилось и может быть для компании справа тоже слегка добавлю я конечно так вот на этом лесочке заостряюсь но можно было побыстрее наверное его делать но мне кажется это довольно такая приятная работа серединке сделаем здесь теплым такой коричневатый зеленоватый можно взять там немножко потеплее он желтит конечно поэтому к нему можно тоже что-то холодное добавлять все цвета старайтесь чтобы не очень сложные ой не очень простые получались наоборот сложные немножко такие приглушенные еще одно дерево там и повыше кстати она будет завершаться где-то вот да где-то здесь пойдет вот такой вот зеленый холмик у меня уже как бы отломался этот кусок поэтому с ним и сделаю светлые моменты что ли потом может быть чуть-чуть его немного добавлю и на озеро но там его много не понадобится растушевываю какой-нибудь еще сейчас зеленый туда добавим нужен более холодный холодный зеленый но не слишком этот будет чуть-чуть нам ярковат но капельку добавлю чтобы очень выбили на не смотрелось хочется какой-то более изумрудный оттеночек туда вот в глубину прям посадить туда очень хороший кстати вот этот зеленый обвист артиста тут ничего уже не понять какой-то номер но он входит в наборы где 12 цветов сложный такой ну да конечно там он разберенный не то что прям очень много пигмента и там вообще без мела но за такую цену хороший тон и подходит на многие моменты на многие участки сверху можно посильнее сделать у него даже поярче туда синий хочу чуть-чуть добавить вот так сейчас работа поэтому пятнышками у нас идет такими точками пятнами небольшими делаем вот эти кустики можно сильно не увлекаться прорисовкой сверху только где-то с правой стороны несколько пятнышек можем сделать потому что все равно там будут у нас деревья с листьями вот эти с веточками так это стараюсь аккуратно работать так конечно когда обычная у меня идет работа ну обычно если про заказы конечно все это с карандашами больше муки только там для фона либо каких-то подложек я использую но если вот такие сюжеты делают то у меня не так все чисто на столе происходит все конечно в пастели но благо на абразивной бумаге не так все сыпется и держится лучше немножко более яркого бирюзова добавлю это гейлеры мелочке они не сказать что очень мягкие все равно относительно твердые но никак не царапают знаете нет какого-то сильного негатива которое бывает у той же виста артиста у санета там не дай бог у петербургской какой-то пастели да и прочих которые ну вот очень такие бюджетные хотя по абразиву можно всем там рисовать чем угодно он будет абсолютно спасать но получается тогда странно если мы используем да очень бюджетную пастель и не бюджетную бумагу тогда уж можно взять что-то из среднего сегмента пастель я имею ввиду рембрандта какого-то кстати тоже у меня где-то был я по-моему его ничего не положила из него тоже очень они такие хорошие не твердые не мягкие а вот для абразивной бумаги то что нужно так я немножко заболталась хочу просто светлого каких-то светлых участков под будущее дерево с листьями добавить и тут не хватает теплого да давайте что-нибудь такое даже на самом деле не оливковые понадобится а какой-то чуть-чуть теплее давайте капельку вот такого коричневатого я возьму он смотрится прям на фоне зеленого еще более красным то есть видите вот так да вроде бы один цвет такой кофейный какой-то приглушенный на зеленом фоне потому что с окружением особенно с таким неярким он прям как будто красный такой но есть там что-то такое и неплохо он смотрится с ним же можно точечно для какой-то теплоты для более сложных оттенков дополнительно расставлю пятнышками вот так и собственно вот этот с санелье мелками тоже прям осторожно нужно быть они так сыпется но не так конечно как вот сейчас на глазах да невская палитра просто на осколки но чтобы ничего не падало чтобы аккуратно в общем нужно с ними обращаться однажды я на столе оставила так набор много чего ну поздно когда положилось все работало и в 7 утра я проснулась от того что кот столкнул лег естественно на стол там своими ногами все это так раз и падает вся пастель карандаши в общем сыновья не все мелкие выжили какие-то прям вот в крошку которые хуже лежали вот в этих блистерах сейчас я отвлечения конечно но сейчас я покажу вот да вот в этих блистерах где-то они хуже лежали и выпали раскололись на них там что-то упало поэтому следите следите особенно за очень мягкой пастелью она прям такая более чувствительно добавила я немножко тепленьких туда огонечков чуть-чуть еще поработаем и будем переходить дальше а то у нас пока что с вами один лес получается фиолетового мне до сих пор не хватает прям вот я вижу там его побольше разбеленного именно такого чтобы было это ощущение туманчика как раз очень будет красиво с теплыми которые вот здесь в левом верхнем углу и справа чуть-чуть чтобы вот эту вот зелень убрать добавить больше такой дымки но это можно и в завершении да даже если сразу у вас очень ярко все вышло потом вы можете чуть-чуть серенького чуть-чуть сиреневого взять пригасить немножко заодно будет мягче растушевываться так чуть-чуть здесь растушевываем вот такой немножечко сказочный да получается мягкий такой фон чуть-чуть от оригинала может быть да я отошла но по состоянию мне кажется но похоже получилось несколько осветлений с правой стороны только хочу добавить мне кажется темновато а зелененький вот этот осветлим так здесь немножко растушуем так вот на будущее и я думаю что нормально там если захотим вернуться когда будем озеро делать может быть что-то захочется добавить добавим в глубину темного фиолетового там капельку прямо чуть-чуть чтобы этот кустик я выделила тут слой был видимо поменьше поэтому можно растушевка это сделать и потом уже пальчиком так чуть-чуть здесь странно да давайте парочку туда пятнышек немножко а то какая-то пустота то образовалась ну что вроде бы ничего до оставляем тогда так пойдем ниже дальше дальше давайте возьмем прям черный где-то у меня тут он тут где-то был и а вон он черный возьмем для того чтобы был более контрастный более плотный переход вниз на наше озеро возможно да и поднимем его капельку выше сразу можно кстати сделать довольно резкие полоски мы все равно смягчим потом когда будем добавлять разные бирюзовые на воду и диагональ у нас вот такая падающая вправо вниз чуть-чуть получается да то есть не горизонтально а немного наклончик делаем чтобы показать течение как там такое так отлично немножко с верхней частью сейчас будем объединять и давайте добавлять туда самые темные вот бирюзовые и бирюзово-синие цвета морской волны скажем так которые есть я даже легкую такую подложку сделаю из синего и потом будут добавлять туда зеленый без черного он будет очень ярким если есть очень темные бирюзовый прям плотный такой где много пигмента без разберенности вы его добавляете и цвет озера такой непростой кстати сложный потому что не сказать чтобы прям холодный все равно как будто бирюза с добавлением немножко болотного такого чуть-чуть подхожу ближе к черным участком тоже с темно-бирюзовым потому что нужно покрыть нам полностью здесь бумагу еще можно чуть-чуть добавлять черного прямо так вот побольше чтобы мы перекрыли эту границу сама по себе граница может быть не очень четко там мы не видим какой-то конкретики до что идет одна линия между лесом и водой немножко еще синего давайте добавлю и растушую этот кусочек ну вот да здесь сейчас достаточный слой и вот так довольно мягко растушевывается чуть-чуть можно заходить на лебедя потому что все равно мы его перекроем вверх я капельку оттягиваю вот этот темный цвет выхожу на участке растений кустиков там снизу так может быть немножко еще позеленее чтобы он уж очень таким черным не смотрелся и думаю да что-то нам нужно будет такого вот такого зеленого более яркого наносить смешивать синими с бирюзовыми чтобы цвет был сложный да но не настолько холодный сейчас мы можем довольно ровно заполнить участок справа слева то есть все вокруг лебедя первый слой может быть таким относительно небольшим сначала без большой прорисовки просто покрываем цветом дальше мы будем находить в нем и темные и светлые участки несколькими оттенками буду работать захожу конечно и внутрь вот сюда где идет отражение лебедя вот так широкой стороной мелко работаю покрываю сейчас прям зеленое получилось озеро да поэтому будем добавлять туда холодных желательно тоже не очень ярких сейчас попробуем еще вот такой вот синяя все таки будет потемнее немного меньше там будет белого в этом мелке наносим в уголочке тоже на лебедя можем его ну чуть-чуть вот так вот сходить немножко заходить на него потому что все равно потом нам нужно будет его делать по контуру так давайте капельку наверное смягчим растушуем посмотрим какой цвет у нас получается в любом случае до должно быть затемнение поэтому сейчас с мелочком и здесь лучше всего будет горизонтально вести горизонтально с уклоном правую сторону вот как пойдут наши будущие волны добавляю черный чуть ближе к нам черного можно поменьше с левой стороны наверху его можно там побольше добавить аккуратненько доходим до лебедя наверно я слегка сейчас протру мои зеленые руки капельку подсохнут они можно сразу когда вытираете влажным салфеточкой потом держать сухую рядышком и ей протереть чтобы все было сухо чтобы мы не растушевывали мокрыми участками пальцев либо сначала вы можете сделать растушевку вас такой растушевочной палочкой у кого нет растушевочных палочек это могут быть салфетки сухие даже да может быть какая-то губка это могут быть ватные палочки например любой инструмент который у нас под рукой он позволит нам как бы перемещать свои постели между собой объединять их пальчиками потом идет слой такого приглаживания финишный ну вот озеро немного потемнело у нас дальше пальчиком смягчаю с левой стороны сверху тоже растушевываем более такой насыщенный чем нужно получился это мы будем учитывать наших дальнейших действиях когда будем осветлять я смотрю просто нужно ли будет еще нам добавлять темного может быть столько совсем чуть-чуть можем взять черный кстати вот черный карандаш смотрите я и не добавила давайте какой-нибудь я черный возьму от калура мне такой попался сейчас черная просто большая коробка с карандашами из-под ноутбука коробка у меня осталось и там вот все это я храню нормальный кстати он в плане черного по светостойкости до говорят что они не очень но в смесях нормально все это допустимо можно работать просто вдалеке волны идут небольшие ближе вот к линии стыковки с лесом поэтому удобнее все таки будет нам подбираться туда особенно где-то рядом с лебедем с карандашом будут просто более аккуратные тонкие линии и мы точно не будем никуда заезжать какие-то ненужные нам участки вот так вот добавили горизонтальному немного смягчаем линии все равно останутся заметны и я думаю на темном плане темного цвета мой на этом остановимся дальше будем более светленькие добавлять и тут уже либо мелок мы подбираем либо карандаш плане карандашей подойдет что-то серого уходящего в холодный оттеночко например да давайте здесь покажу попробуем очень легко мы можем добавлять вот так вот сероватые серый подойдет нам в том случае если у вас например как у меня сейчас получилось что озеро яркое тогда нам нужно будет сразу и немножечко осветлять и в то же время делать цвет менее насыщенно вдалеке в любом случае он может быть где-то менее насыщенный что касается отражения от лица его особо не видно от вот этих кустов да может быть там чуть-чуть какие-то намеки в гревой части но это они не сильно видны и видите когда мы карандашик растушевываем тоже чуть-чуть приглаживая даже скорее у нас они сливаются с фоном который мы делали до этого и получается вот такая вот очень приглушенная бирюза смотрю не слишком ли я затемнела не мне кажется нормально да там все равно довольно темно я имею ввиду вот эту полосочку плотную по цвету поэтому вполне можно какой-то такой серый карандаш либо мелочек использовать это может быть даже уходящие немножко в сиреневато голубоватый вот такой например да у меня faber тоненький они довольно твердые жесткие мелкие но вот для какой-то прорисовки сами по себе еще мелочке видите более тонкого размера это удобнее для добавления какой-то конкретики если не с карандашами то вот с такими мелками слой получился такой не сильно большой у меня поэтому полоски даже при растушевке они там останутся они все равно будут видны чуть-чуть я могу там попадать на лебедя это не страшно и за счет того что вот он неяркий у нас скорее всего тот нужный оттенок волн и получится волны крупнее конечно когда они ближе к нам становится рядом с лебедем можем добавить чуть-чуть побольше чуть-чуть поярче цвет также перемешиваем обязательно смотрите чтобы линия если она вас там начинается с одной стороны головы лебедя то она как будто бы дальше тоже продолжается чтобы все у нас логично было ну что может быть чуть чуть уже ближе перейдем к нижнему участку до его прорисуем вот где у нас идет лебедь здесь там такая светлая зона и не мы видим вот круги на воде небольшие которые от него образуются можно их обозначить аккуратненько тоненько хотите мелком хотите можно и карандашом это сделать чтобы они довольно четкие получались эти линии мы добавим здесь светлые полосочки мелком и может быть еще затемним то есть их подчеркнем посмотрим растушевываем дальше мы смотрим по осветлению достаточно ли или может быть нужно еще до где-то добавить самый такой объемный блеск будет получаться если мы растушевали с вами первый слой и потом немножко вот в серединку добавили еще один и его оставили побольше за счет этого будет ощущением такого объема и блеска немного уйду в правую сторону тут парочку волн мы подчеркнем здесь даже как будто бы больше да такая рябь она более четко и вообще ее здесь побольше смягчаю если бумага да у вас обычная пастельная то чуть меньше вот этого и растирания будет потому что у вас будет лучше все растушевываться главное и не перестараться чтобы волны очень яркими какими-то белыми не получались самые светлые конечно зоны будут здесь где пойдет отражение давайте наверное мы его и сделаем это будет логично в продолжении всей этой истории с водой обыграем немножко сейчас справа снизу посмотрим что происходит и потом к нему приступим здесь видим такие небольшие совсем тоненькие линии которые вправо вниз продолжают уходить такая маленькая рябь и и добавим потому что если приглядеться вроде бы есть и продолжение кругов от лебедя да вот такое вы здесь видите малозаметное но идет такое славное то есть одно направление и 2 они сочетаются как бы вплетаются друг друга можно вот эти круги на воде продолжить и заодно там но немножечко более плавно с меньшей такой прорисовкой полос сделать слева снизу сейчас ничего страшного что прям вот светлый он такой кажется то есть да либо голубой либо какой-то сиреневый либо какой-то сероватый нам пригодится совсем белым наверное будет все таки очень осветлять лучше что-то такое берите с оттеночком чтобы и осветлить сразу и скорректировать само озеро да особенно если это нужно тут учитывайте самый вот этот первый цвет который у вас там получился чтобы больше загладить я буду использовать растушевку пройдусь по уголочкам сразу хочу их немножко поровнее сделать заполнить вообще уголки я думаю мы сделаем чуть меньше фокусировки по краям и помните да я говорила что вроде бы края можно оставить так как они у нас в подмалевки акварельным но вот в этом первом слое и все ничего не осталось как-то вот ну вот вот это знаете подсознательное желание все выгладить она у меня есть и иногда получается это контролировать чтобы какой-то хаос где-то оставить иногда не получается но я думаю многие из вас меня понимают как кому тоже хочется взять и вот все на свете прям прорисовать так все равно немножко яркого то вот на мой взгляд получилось озеро может быть давайте мы его еще чуть-чуть будем усложнять капельку хотя бы и немножко его нужно разбилить скажем так с карандашиком я слегка добавлю все равно перед тем как делать отражение нам будет нужна такая подготовка немножко серого добавляю не как вариантом это может быть даже какой-то сиреневатый он позволит больше этой дымке сделать так попробуем сейчас растушевывать тоже сначала с растушевочной палочкой посмотрим как он там будет смотреться сиреневый фиолетовый и там возможно еще чуть-чуть все волны сверху добавим уголки получше сглаживаю и хочу вот какой-нибудь в сторону зеленого менее яркого он точно уберет более яркий эффект такой водички давайте здесь попробуем ну да можно немножко чего-то вот такого если мелок яркий можете нанести немножко на пальчик и дальше его уже тушевывать поверхность чтобы очень много цвета не получилось по чуть-чуть как раз за счет того что мы до этого добавили сиреневый он видите усложняет так они помогают друг дружке быть чуть чуть потемнее посложнее сейчас кажется что слишком какой-то синеватый он у нас здесь образовался за головой лебедя ну вроде бы ничего такой ну как будто чуть чуть поярче дам либо можно оставить так посмотрим добавить небольшой нюанс можно будет тоже ближе к концу какие-то вот мелочи можно будет доделать сейчас тогда чуть-чуть еще осветляю где вот был намек у нас на круги там парочку еще полосочек проведу и мы будем делать отражение 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 сначала начнем с мелками немного более темными и потом уже будем более светлые добавлять ну что вроде бы до растушевали но чуть чуть побольше фактуры я показала до снизу круги где там они если потерялись немного можно восстановить ну там не полностью круг виде немножко подсвечивается с левой стороны сейчас немного сделаем поярче и можно будет приступать к отражению к отражению прям стараемся внимательно приглядеться во все что там происходит давайте смотреть и можно как еще поступить вот нижний контур осторожно острым мелком либо карандашиком можете сделать это для того чтобы ориентироваться нам на что-то вот и под ним и под ним уже ведем отражение чем-то немножко голубоватым немножко синего там сероватым то есть что-то холодное но приглушенная и пока что не белый желательно да все равно чтобы у него был какой-то оттеночек наметим общую форму отражения а потом уже будем возможно чуть-чуть растушевывать по длине ну давайте где-то досюда мы сделаем и вот вот эта вся полосатая форма показываем где она заканчивается давайте здесь закончим здесь будет вот эта черточка такая самая явная где потом видите идет перерыв и такие вот раз-два две черточки и вот тут как раз тоже в дополнение и когда мы верхние и нижние области нашли будет удобнее заполнить все что там осталось такие квадратные как будто бы черточки какие-то из них больше объединены на то есть где-то побелее посветлее немножко с правой стороны после вот этой полоски такой светящийся там уже будет меньше меньше вот этих полосочек с отражением поэтому пропускаем какой-то участок оставляем там больше зеленого озера и если приглядеться правда где-то она такое совсем зеленое кажется сделали вот грудкой вот здесь можно чуть-чуть поплотнее больше светлого сначала лучше сделать немножко меньше и потом увеличить до чем наоборот потому что очень ценно для нас будут как раз вот эти просветы и возможно даже невозможно а точно я потом добавлю немного голубого поярче особенно вот здесь с левой стороны прям просится его побольше есть небольшое пятнышко более заполненной цветом от него идут вот такие мягкие полосочки уходят они к самому лебедю и потом мы оттягиваем вот так вот к центру то есть в центре там может быть чуть-чуть позеленее но если что мы еще там добавим зеленого тоже уходим теперь влево здесь осталось несколько полосочек это будет отражение хвостика до соответственно примерно когда сделали да вы такое отражение можно чуть-чуть но не сильно загладить просто для мягкости вот такой все равно оно должно быть достаточно четко и дальше можно взять голубой оттеночек карандаша и слегка вот так вот обыграть отражение показать где будет немножко посинее так поярче да где-то вы оставляете тот тон который там остался на какие-то зоны синенького можно побольше даже у меня он видите немножко в такой васильковый как бы синяя фиолетовый получается так и чуть-чуть еще даже можно впосплотнее заодно более многогранное отражение не то чтобы мы сделали все одним цветом там есть и светлые и темные оттеночки какие-то из моментов можно сделать поярче можно взять белый карандаш и с ним уже там почетче показать например какие-то отражения которые справа идут может быть очень он не будет осветлять да потому что слой уже присутствует тогда можно будет и мелком это сделать если карандашик у вас ярко работает то делайте тогда с карандашом отлично вот да так уже поближе получается и вот где я зашла все-таки там немного на затемнение их можно будет вернуть наши растушевкой особенно ее какой-нибудь стороной в которой мы растушевывали зеленый так ну вот там уже становится по зеленее и можно будет даже с растушевкой сделать линии более четкими за счет того что мы рядышком вот темного добавляем и делаем линию отражения более такой ровный хорошо по голубым все смотрю может быть даже где-то еще мне прям хочется по синее и за нас немного добавить вот так сейчас кажется что она такой где-то чужеродное отражение но мы учитываем с вами что лебедь еще не сделан а он будет то еще светлее намного можно рядышком доработать если нужно отражение ой не отражение а вот эти круги на воде да там буквально чуть-чуть если чувствуете что нужно как бы поддержать линиями если не хватает немного где-то там капельку посветлее сделаем и не забываем что отражаются и участки другого цвета вот клюв например да что нибудь нам такое персиковые с вами будет нужно можно даже какой-то вот такой таракотово рыжий сделан будет намешать это у меня двадцать четвертый номер бронзил карандаша я думаю он подойдет она даже не розовое какое-то а ну бежевенькая можно сказать давайте смотреть где она будет вот здесь получается да здесь закончила все отражение и справа чуть чуть повыше мы поднимаем то можно приглядеться даже к отражению там видно ну то ли даже не глазик но примерно какие-то очертания головы вот здесь приблизительно да вот здесь вроде как голова она видна делаем отражение крови ко все по тому же направлению идем так вот наметили если чуть-чуть темноват например как у меня оттеночек получился то можно слегка в него добавить белого перемешать их там вместе чтобы и ярко было да ну относительно ярко относительно того что рядом белый с голубым чтобы она не сильно было ровно и тоже делаем и вот вниз вот так вот уходит но там буквально чуть-чуть этого бежевого нам понадобится просто для убедительности ну что будем приступать тогда к лебедю и потом сделаем деревья дам давайте так поступим что планы я уже не помню в начале что я хотела сделать дерево либо лебедя давайте его отражение готовы и хочется его туда добавить посадить первый слой сделаем небольшую подложку где по цвету что-то голубое либо даже голубое вместе с сереневатом нам понадобится легкий такой слой который мы добавим на участке более темные на крылья например темный конечно относительно белого и они более холодные вот этот в холодный потом мы добавляем сразу и потом будем идти как бы от темного к светлым даже скорее от среднего тона к светлому и потом добавлять туда темный первый слой как правило всегда он лучше всего идет если там общий ровный тон мы добавляем но небольшого слоя чтобы потом помещались другие свои туда вот такой пока что немножко сиреневый получается сейчас он будет еще у меня немножко голубым даже капельку голубого если бумажка не абразивная много не добавляйте иначе будет белый не поместится туда и не будет очень светлый сначала просто вот так вот пятна расставляю где какой цвет плюс минус будет чтобы потом растушевать где оттенки более сложные такие даже коричневатый можно сказать на голове да там я могу оставить как есть потому что цвета которые мы сейчас наносим они растушеваются с цветом бумаги с нашей подложкой и скорее всего какой-то такой сероватый оттенок там и останется там где светлая наношу мелок посветлее может быть какой-то светло-голубой либо светло-сиреневый например да если нету светло-голубых можно и белый тоже взять просто тогда подложка пускай будет у вас большим количеством холодных чтобы белый очень не оттеплил на эту историю теплого там не так много сверху сразу добавляю тоже его на шею первый слой может быть с мелками а с карандашами мы потом уточним добавим больше подробностей конечно шею можно аккуратненько обвести если мелочком она тонко не обводится можете уже взять и карандашик меня просто вот он с довольно тонким тонкими уголками острыми и вроде бы так нормально получается сейчас нам нужно сделать так чтобы было что растушевывать сделали маленькая растушевка нам будет нужно либо это может быть там какая-то ватная палочка что-то такое аккуратное небольшое и вот вместе все эти слои которые мы нанесли внимательно растушевываем заглаживаем поверхность первая такая подложка будет для лебедя где-то да может быть по тону мы не полностью угадаем там это делаем но нам нужно чтобы нам было от чего отталкиваться и с чем работа сейчас закрашиваем шею может быть чуть-чуть мы если зайдем на водичку потом ее поправим сейчас не переживайте если где-то будет перемещаться постель не туда куда нужно делаем шею можно сейчас без оперений которые есть наверху головы там таки до пушистенькие перышки идут вот так вот кроме клювика кроме глазика мы с вами загладили голубым сиреневым покрыли можно лишнее убрать вот так вот чтобы нам не мешало сейчас ну что вроде бы хорошо давайте будем делать уже прорисовку сейчас только мы проверяем по синим по голубым если не хватает можете вот так вот чуть-чуть с пальчика нанести потому что учитываете что мы будем осветлять дам если сейчас недостаточно будет более плотного тона то потом нужно будет с карандашом заново добавлять смотрю вот сюда да там отражение от воды идет и цвет получается не яркий а даже здесь есть какой-то но зеленоватый оттенок довольно темный хочу взять карандашик точнее карандашик какой-нибудь сюда вот такой мелок зеленоватый под темный и добавить сюда нам пригодится на будущее потому что очень ярко здесь получилось примерно то же самое будет вот тут на голове отлично ну что я думаю можно взять белый карандаш по яркости белых карандашей прикреплю тоже видео до где был тест на карандаш и какой самый белый какой самый яркий у меня это будет белый уголь вот такой вот кохинора нормальный он довольно белый чуть-чуть такой жирненький ничего нормально работает побелее был только дженерал карандаш сейчас он его тоже можно достать но стало подороже раньше был прям вообще недорогой так ну что поехали тогда давайте с верхнего участка можно что-то подложить вот так вот подстелить на нижнюю часть озера если боитесь что мы ручкой будем туда попадать здесь какие-то шерстилки у меня появились ну что причесываем нашего лебедя если карандашик не будет нужным образом работать до всегда можно будет взять белый мелок и может у них быть даже такой концепт вместе по примере вот этого белого покажу он прям яркий яркий мягкий белый это сыновья белый мелочек если мы сначала вот его до пятнышками вот так вот расставили и потом дорабатываем с карандашом то получается что карандаш как бы чуть-чуть становится светлее за счет того что перетягивает мелочек и это довольно удобно либо можно сначала сделать работу с карандашом и потом добавить мелок на самые яркие участки будем немножко проверять еще заодно потому что смотрю нужно будет не скорректировать чуть-чуть шею там капельку где идет глаз мы можем обвести сразу так это высоко очень обвести этот участочек но даже можно глаз потом будет на белый поставить здесь просто показать как идет треугольничек такой добавляем вот эту светящуюся границу по верху смотрим где самая верхняя . идет у шеи у головы где-то вот здесь потом она более плавно уходит вниз и немножечко объемом не вот здесь не хватает поэтому я попробую вот капельку насколько мне зеленый фон рядом позволит поменять вот так вот чуть-чуть перенести эту линию по возможности делаем с вами и текстуру такими округлыми штришочками как чешуйками только более плавными и более крупными там где зоны более темные мы оставляем ту подложку которую уже сделали с внутренней стороны там тоже да есть светлые участки но они будут не такие белые поэтому просто стараемся чуть меньше нажатия такого делать как бы в пол силы мы работаем с карандашом шею сейчас чуть-чуть уточню вот где внутренняя сторона чтобы мы вот так вот поближе голове подобрались и переход сделаем давайте клювику клюв кстати светлый снизу поэтому его можно будет и тоже сделать вот так и даже на рыженький участок чуть-чуть выйти ничего страшного тоже сразу можно будет но будет уже понятнее на быть этом что находится да так и обходим вот здесь черную зону так будущее глазик тут будет рядышком можете кстати держать светло-светло-серый карандаш до либо даже кого-то среднего тона серый чтобы он мог лишнюю белизну скажем так вот где это не нужно например внизу шея вот здесь на сгибе там чуть-чуть убирать это может быть и какой-то голубой у меня вот этот темноват можно взять голубой какого-то такого другого оттеночка посветлее он как бы приглаживать будет белый чтобы белый был тоже не везде будем сейчас вниз осторожненько идти здесь получается как будто половинка светлая с белым да и половина будет более темная яркий контур яркая граница идет на крылышки вот тут ее делаем поэтому более четко дальше она становится темнее и здесь уже ей навстречу идет очень светлый участок такой треугольничек который вот где шея переходит в грудь вот здесь у начинается давайте его сначала карандашом вот так покроем и можно будет в него прям вот туда в серединочку попасть поближе с мелком вот так видите сразу белый становится намного ярче белый белый мы потом расставим тоже участке с мелком карандашиком его распределяем справа нам нужно будет четче показать линию изгиба немножечко попышнее сделать здесь грудку вот так больше ее загнуть и вот показать как она вниз уходит я бы здесь наверное на белый добавила еще немножко голубого потому что там он провода холодненький такой и может быть даже не только этот голубой она и вот этот васильковый уходящий как будто там знаете как белый с ультрамарином очень похож вот такой цвет разбеленный ультрамарин там просится прям дальше намек на пушистые перышки которые там идут вот так так поэтому сейчас все что сможем сделаем наверно участки шеи чтобы она уже сложилась у нас мы были спокойны и пойдем дальше еще немножко четче контур справа там буквально чуть-чуть сделаем здесь выступающие перышко идет него можно добавить и если где-то объем чека не хватает на перышко кто еще можно с большим нажатием с белом это сделать давайте вершинку проверим можно тоже там капельку побелее и аккуратно с белым прорисовываем перышки которые здесь находятся здесь можно еще сделать светлый участок который как бы обозначить небольшую границу между ушей и головой возьму небольшую растушевку хочу сделать поровнее участок вот здесь на голове и он не такой светлый поэтому когда буду растушевывать немножко белый уйдет и он станет более плотным таким да и более ровненьким то же самое если где-то много светлого серединке шеи там тоже можно таким образом темный вернуть и чуть-чуть четче там граница здесь такой светлый идет участок даже туда нужен будет голубой он прям голубой такой светло-голубой яркий идет голубой с белым можно там соединить вершинка нормально давайте может быть сделаем тогда глазик до сделаем участок вот лба ну где все черное находится чтобы у нас уже появился с головой лебедь можно изначально сейчас смотрю чуть выше треугольник вот этот подниму там капельку буквально вот так больше изгиб будет этого треугольника и там не будет не только черный да мы потом добавим и темно-синий он как бы холодный такой черный как цвет вороньего крыла да вот как говорится такой вот он прям из синий черный цвет но чтобы затем не черный сначала все равно наносим уголочек такой тут пойдет 1 2 клюва идет и дальше тоненько уходим там где пойдет клюв так чуть форма и сгибаем вниз черный угольной кстати будет немножко почернее можете взять его и но по возможности до остренько все это затачиваем чтобы линия тонкая получалось но опять же если где-то зайдем туда куда нам не нужно за счет фона уберем и вот этот вот лобик тоже нам добавляем осталось сделать глазик глаз ближе к верхней стороне до сделан сделан находится не посередине даже где-то вот серединка и расстояние примерно одинаково от краешка да вот середины ширины головы получается так в общем наверху здесь будет сначала потихонечку можно маленькую точку поставить посмотреть на месте он вообще или нет мне кажется как будто у меня высоко вас что ли да немножко поэтому чуть тогда ниже буду его опускать можно наметить потом если будет он нас смущать что за счет белого можно будет скорректировать но вроде бы ничего и синий да синий вот такой вот фабору ему прям миллион лет 151 номер у него получается такой темный темный синий прям отличный карандаш я его немного использую в плане количества но добавляю когда вот вот такой вот случай как раз и что касается анималистики когда например там кошек собак рисую что серединку зрачка вот этот синий либо любой другой до темный можно добавлять потому что идет холодный там отцвет небольшой и получается так намного объем не смотрится более такое живое состояние получается каким-то синеньким либо голубым посветлее можно парочку там их бликов небольших добавить сделать разделение как раз где вот вот этот ну как назвать да вот это выступающую круглую часть вот на нее там чуть-чуть ее подсветить и вокруг чтобы скорректировать форму можно взять белый карандаш особенно да если глаз там чуть-чуть где-то не на месте вдруг там его нужно поправить вот с белым карандашом вы можете аккуратно сделать контур колочки там поправить и вот если нужно рядышком посмотреть где-то еще возможно осветление там вернуть в этот же момент можно с белым мелком осторожненько так вот аккуратно на самые светлые зоны где они там находятся вот так вот чуть-чуть добавить заодно будет больше пушистости света больше сверху да потому что свет сверху падает где шея вниз поворачивать там будет поменьше на вот эту светлую зону крыла тут мы добавили уже и сейчас попробую с правой стороны здесь прям линию такую небольшую добавить ее можно растянуть теперь карандашиком немножечко вот упорядочим все эти белые стрихи мелочком мне кажется хорошо по свету выделяется и нужного цвета нормально получилось так вот чуть пригладили на вершинке идем теперь на оперение на крылья от светлой линии которые мы уже наметили мы двигаемся наверх делаем контур тоже вот так с белым карандашиком постепенно набирают светлый тон движемся ко второму крылышку и здесь что получается да второе крыло тоже можно сразу наметить у них вот такое вот соединение будет где одно крыло она как бы на другое заходит чуть попышнее хочу сделать вот это второе крылышко так за дно на фон немножко зайти чтобы у нас не оставались светлые участки где будет просвечивать наша бумага и вот вот эта часть крыла она заходит на переднее на большое крыло и так сейчас здесь нужно будет проверить да получается вот идет вот идет крылышко ближняя к нам вот так сразу можно его границу показать о том этом запутаемся вот она то есть наши первые карандашные линии мы немного восстанавливаем здесь граница идет вот нижняя часть его да вот где там животик вот это все там находится темненькая и светлая посмотрите очень светлая граница где мы светлым мелком намечали вот кусочек практически белый он будет так ну вот да нормально теперь стало более понятно чуть чуть еще контур снизу сейчас сделаем и приступим к прорисовке крыльев где с водичкой идет соединение линия довольно четко чтобы она четко получилось мы делаем контур сначала белым вот так вот показываем ее границу так и нужно взять что-то темное либо это может быть растушевка с уголком каким-то грязненьким зеленоватым особенно подойдет может быть и какой-то сероватый уходящий карандаш или если черным то каким-нибудь знаете таким неярким аккуратно может быть приглушенным коричневым чуть-чуть подчеркиваем вот эту белую границу так осторожно можно сделать сочетание коричневого зеленого ну то есть что-то посмотреть чтобы он был темно-темно серо-бирюзовый цвет и подчеркивал нашего лебедя черный просто если яркий возьмете то может быть слишком слишком темно с ним либо вот таким как будто бы пунктиром либо очень аккуратно мы это делаем я кстати да взяла такой фон то который яркий бирюзовый нигде он да не применился ну потому что он правда очень яркий видите не подходит вот такой но только если с черным его мешать цвет красивый фон то такие они мягкие карандашики каждый вот карандаш если взять они все отличаются друг от друга вроде бы все пастыльно они все такие разные а у конта интересно что пигмента там много они хорошие карандаши французские карандашики но они такие интересно сыпучие несмотря на то что это пастыль сыпучие по ощущениям обычно угольные карандаши до вот такого плана как вот этот белый угольный по текстуре текстура до более сыпучие здесь вот эти конты они тоже такие сыпучие но мягкие в общем любопытные карандаши и еще одна темненькая граница уже в отражении видно вот здесь сейчас тогда уж если с черным я ее добавлю вот так и всем же зеленым ну изумрудным я ее немного буду смягчать потому что граница там видно если приблизить и изображение то можно там найти и потом кстати нам нужно будет не забыть сделать такие блики-блики всплески небольшие которые в отражении есть как капельки но это когда будем делать капли здесь снизу у клювика то сделаем мы этом так но все продолжаем делать уже крыло это на контуры сделали все тут понятно добавляю белый вот именно крыло которое справа сейчас мы сделаем потом будем доделывать другое то есть на другое пока мы не смотрим где мы будем белый на голубой на синий добавлять там цвет соответственно видите тоже будет перемешиваться получится такой голубоватый немножко сиреневатый важно заранее эти моменты продумать у меня кого-то пышнее получился низ сейчас относительно шеи ну ладно в общем заранее да посмотри подумать как бы предугадать попробовать как будут цвета будущие между собой перемешиваться при той или иной подложке которую вы делаете но это просто как бы методом опыта приходит навык просто да когда больше становится тоже такой заранее понимаешь как то ли на подложка сработает и как самым оптимальным способом нам это сделать даже при минимальных цветовых затратах карандаша и так далее потому что вот с такой вот подложкой который мы делаем например сейчас с вами на крылышке здесь удобно что мы контролируя степень нажатия вот этого белого а мы получаем разные оттенки и нам не нужно брать миллион каких-то разных голубых разных сиреневых мы просто вот варьируем вот эту светлоту просто осветляя с белым карандашиком на более мелкую прорисовку нужно снизу вот здесь выйти там идет рефлексик отражение до света и получается что тут будет побелее как бы посветлее крылышки если нужно первый слой можете немножко смягчить пальчиком посмотреть вообще как какой там голубой образовывается и дальше можно уже дополнительно там осветлять но вот эта середина центральная часть крыла она у нас не должна быть очень такая светлая здесь зашла да я как-то на шею это можно убрать вот это пятно но наверное кстати можно вы оставить оставить это крылышко сейчас сверху чуть-чуть белым мелком добавим чтобы поярче было либо больше слой карандаша сделайте главное чтобы там цвет самый белый получался и также на окончании крыла с левой стороны вот здесь такой кусочек прям очень светлый должен быть можно теперь карандашом там чуть-чуть смягчить с остальными кусочками завершение посмотреть по голубым оттенком вот у краешка немножко там голубого да не хватает у меня какой-то очень зеленая там прямо такой голубой я добавлю и пойдем с вами на второе крыло здесь только контур нам бы добавить до большой можно там первый слой сделать синеньким разделение двух крыльев дам вот тут покажем синий конечно будет ярковат мы потом ему туда чего-нибудь добавим либо растушуем либо можно чуть-чуть черного чтобы он перемешался синим то есть тон как бы у нас контура вот этот готов а потом цвет мы редактируем немножко и там действительно прям темно поэтому вполне можно человек черного добавлять он нам серый оттеночек это уведет дальше растушевываем делаем по форме такую похожую как там тень как две арочки такая тень получается на уже крыло подчеркнуто хоть моего и не сделали с вами которая вдалеке слева которая до находится сначала с карандашиком немножко осветляем где нам нужно вот так вот приглаживаем даже выступ можно такой побольше показать слева ближе к нижней части уточняем по форме да если нужно так хорошо и на окончании снизу на крылышке добавляю белый уже с мелком так вот и сверху чтобы свечение получалось более яркое аккуратно с карандашом его распространяю чтобы переходе был более гладенький вот так вот то есть мелочек там лежит но мы его просто чуть-чуть перетаскали перри переместили и это есть крыло и то есть делаем тогда давайте тень вот крылышко которая к нам поближе тоже можем черный синим сделать сочетание либо темно-серый возьмите либо черный какой-нибудь который плохо пишет не яркий если черный вас яркий просто аккуратненько нажимаем сильно не давим чтобы черноту такой не уйти контур делаем более подробным более понятным так и черный кстати в любом случае он сейчас видите он будет такой теплить как бы как будто бы коричневатым он будет становиться это нормальное явление потому что все окружение у нас холодное там зеленый синий и так далее поэтому часто что бывает у черных практически у всех они немножечко теплят и скорее смотрится теплыми такими особенно до при растушевке чем холодными если нам холодный черный нужен то все равно какой-то синий да либо фиолетовый нужно будет туда добавлять и вот остаточки у меня черного на растушевке с ними я могу капельку там сделать больше подробностей у крыльев светлой зоны подчеркнуть тем что добавляю контур снизу на перышки ну и чуть-чуть там почетче он будет да нормально контур у нас с вами есть мы это сделали давайте сразу границу которая яркая здесь делаем с мелком тем более там она пушистая где-то даже мелочек можно будет оставить там и светлые участки а вот эта светлая зона такая ажурная там как будто три до таких поступающих формочки например на можно сделать показать тоже мягко светом с мелочком как идут перышки вот так вот вниз чтобы сразу все что светлые мы с вами охватили можно и чуть-чуть на хвостик такой вот пушистости светлой дальше с карандашом сейчас мы причешем эту зону дам хвостик такой пускай мягкого так пушистый уходит он должен быть таким вот мягеньким не таким белым просто пушистым чтобы был поэтому сильно так не выглаживать как крылья эти моменты за счет белого мы можем идти немножко корректировать если слишком она получилась темная туда взяли прям вот капельку белого добавили пригладили тень все равно никуда не денется но станет посветлее здесь пушистости вот такой четкий контур я хочу оставить и возможно капельку четкости снизу там уже вот где животик да и где-то соединяется с поверхностью озера и причесываем чуть-чуть участки справа соединяем с тем что мы уже там сделали да вот как основание крылышко например очень но не очень но немножко белился он получился поэтому нужно будет нам какого-то голубого либо немножко синего либо чуть-чуть синего в такой вот фиолетовый васильковый уходящий немножко добавить белые тоже чаще всего особенно в окружении холодного он становится более теплым как будто бы он с таким желтоватым оттенком даже если это и не так бывает а вот здесь как раз он такой чуть-чуть грязновато зеленоватый глубине это нормально это мы оставляем это отражение как раз от озера там будет можно посветлее там капельку на хвостик даже с карандашом можно и намек на прорисовку перышек снизу там чуть-чуть очень осветлять тут не будем потому что там тень у нас уже идет до крыло мы сделали только вот там знаете немножко такого контура тоненького карандашиком аккуратно не хватает такой как бы свечение между между перьями идет аккуратно подчеркнуть беленьким перышки тоненько хотя бы немного как мы делали вот здесь данные участки шеи отлично ну что я думаю что практически да мы доделали эти моменты чуть-чуть можно поправить отражение уже относительно лебедя скорее всего где то вы захотите добавить корректировку может быть чуть форму так поправить сделаем здесь сразу белым несколько бликов белым там чуть-чуть до проработать останется и все светлые участки такие всплески блики на водичке они добавят нам больше живости немного чуть-чуть и также можно отражение вот где яркий да вот этот участок мы делали там соответственно отражение тоже может быть чуть чуть поярче тут нормально по контуру я хотел сказать чтобы мы проверили контур то есть где заканчивается лебедь скажем тогда где начинается отражение но нормально у нас нормально это сделали глаз оставляю пускай такой будет делаем тогда клюв дам клюв можно прям каким-то рыжим даже тут почему-то знаете взяла такой красно-рыжий нам нужен немножко поспокойнее что-то вот такое можно потестить и тот и другой ну да тут знаете такой классический оранжевый подойдет с ним можно клюв закрасить потом чуть-чуть белом его посветлим немножко можно не сильно яркий делать там вот как он будет вложиться на бумагу такой и ставим окончание клюва такой холодный какой-то голубоватый немного идет посмотрим там может быть чуть добавим осветлить все равно мне хочется кстати на краешке клюва может быть там мы все-таки добавлю вот этот в красноту рыжий зона небольшая поэтому сильно по цветам не разгуляешься но немножко можно с левой стороны где идет уголочек вот такой мягкие закругленные там посветлее можно он как будто бы там ближе к желтому если прям вот так подробно всматриваться есть ощущение градиента на клюве как будто от золотисто-желтого к более красному дам такому небольшой блик на клювике снизу его же завершение более четко и можно сделать сначала с белом и потом очень аккуратно чтобы туда попасть даже давайте вот этим вот таким голубым это faber кстати какой-то 140 получается тоже вот просто точечно использую я не знаю сколько уже лет этому карандашу лет 7 наверно мне кажется очень много в общем ну потому что ничего не часто это цвет используется для закрашивания больших участков в основном для вот таких нюансов небольших снизу под клювик там тоже можно белый с голубым сделать так это мы сделали это готово дальше берем черный контур очень легкий по нижней части клювика там чуть-чуть его можно подчеркнуть капельку окончания клювика там серединка верхней и нижней как бы челюсти хотел сказать верхней и нижней части клюва да и есть меня кстати покороче до клюв получилось ну ладно есть вот такая вот там участок темный на клюве который как капелька уходит вот тут аккуратно его добавляем но у меня до чуть короче клюв получился ну ладно наверное знаете за счет фона я может быть его скорректирую тем что подниму вот тут кусочек чуть повыше сделаю вот так вот за счет фона и там хотя бы на на чуть-чуть он будет побольше визуально капельку черным кстати можно скорректировать и оранжевую зону и вот где мы сделали заплатку и просто ну такой фон растушевываем кстати пока все я сдувала здесь у меня немножко осветлилась но не страшно там совсем чуть-чуть это видно тем более мне кажется у меня вода получилось ну потемнее капельку да скажем так немножко ну что делаем ту самую каплю сначала можно карандашом ее наметить общую форму там она двойная одна побольше 2 вот справа такая поменьше капля чтобы цвет был не полностью ну не белый и потом нужно будет сейчас попаду ли я попасть вот так туда с мелком если они попали можно взять острую стороны растушевки поправить просто по контуру немножечко так под собрать и все вот такая вот капелька получается побольше может быть чуть-чуть но зато она там заметно капельку может быть белого больше яркого на клюв но все это с осторожностью потому что белый он будет где-то убирать черный черный будет корректировать белый прям вот очень тонко здесь работаем если клюв чуть-чуть скорректировали как я черным справа то же самое да вот растушевали и привели его в более похожую форму давайте смотреть теперь в общей картине на нашего лебедя до что еще нам нужно ли будет скорректировать или мы уже оставляем идем дальше может быть контур такой легкий немного потемнее вот в глубине бы здесь по четче чтобы был уголок прям аккуратненько так не сильно я могу сделать черным чуть-чуть будет он более четкий и наверно оставляем оставляем да нормально мы сделали глаз у меня тоже немножко крупнее ну ладно будет более такой миленький глазастый носик мы с вами сделали давайте смотреть на веточки да потому что тоже такие они не простые их много но посмотрим может быть прям все не будем с вами делать я имею ввиду один в один на один в один нашим делать не будем просто передадим общее состояние не будем пересчитывать каждый листок только некоторые да нам нужно определить самые крайние точки до куда вообще они будут идти да и давайте смотреть сейчас не по листьям а по веткам по веткам с вот этими ягодками где они идут то есть вот где-то тут заканчиваются здесь примерно пойдет ветка справа наверху да я нахожу кусочек снизу да здесь ниже свисает лист с найдем получается голова нашего лебедя проводим линию мысленно так вот вверх вертикаль берем чуть-чуть правее то есть чуть правее середины где-то вот здесь где светлые участки кустиков тут идет да какая-то одна из веток примерно границы просто обозначим и потом нарисуем с вами ветки темным я думаю черным просто коричневые в него добавим может и чуть синенького там есть и холодный и потом туда делаем добавляем листья в завершении веточки поправим которые перед листьями там тоже такие есть добавили да вот окончание здесь ветки именно вот ветки берем влево и примерно на ее уровне будет еще один уголок если по вертикалям вот так вот сравнивать то вот наверное над примерно окончанием крыла до которого второго тут но я может быть чуть правее возьму просто чтобы больше прорисовать их да где-то здесь точку ставим то есть вот получается примерный да такой ореол листьев которые будем делать и соответственно ветка основная самая толстая которая нам будет нужна она это левый верхний угол до отступать можно ну вот примерно до этой точки то же самое такие вот растительные моменты можно не абсолютно досконально делать потому что там ну листочек в одну в другую сторону может повернуться это такое бывает все приблизительно начинаем самых толстых участков стволов можно с черным карандашиком но пока что не ярко просто ищем сейчас с вами форму если переживаете что ветки могут как-то не очень красиво не очень убедительно получится делайте просто их не так много хотя бы несколько сделайте потому что они неплохо обыгрывают всю эту картинку и хорошо все это смотрится есть еще веточка которая наверх уходит тоже она повыше должна была быть ну ладно уже поздно она тоже довольно такая крупная и под листьями там сразу не видно но если приглядеться есть еще одна такая толстая потолще чем другие и от нее как раз вот вправо уходят еще маленькие ветки здесь да у меня я уже отметила завершение с вот этими ягодками так ну вот как то вот отсюда у меня не чуть-чуть покороче будут я думаю не страшно главное нам да с вами так живописные красиво показать линию мы ведем как будто бы немного корякую такую специально чтобы они не были все вымеренными такими очень ровными чтобы пластично они смотрелись ну вот примерно 1 1 часть скелетика такого веток сделали давайте посмотрим что идет снизу и они даже ведь с таким как зигзагом идут вот примерно так скажем сделаем и не можно изначально наметить потом ее сделать потолще где это будет нужно вот тот самый уголочек который самый нижний от него уходит да еще одна ветка потом раздваивается но повторюсь не будем досконально атомы очень уже лебедь уже был да и тут еще все если веточки не ну и так можно в принципе конечно все сделать подавайте по по общим моментам все таки пройдете так еще вот одну сейчас просто я смотрю по самым основным чего не хватает приблизительно делаем разметку запутаться в них тоже можно очень просто так что лучше сначала идти от самых крупных так как будет проще потом найти и доделать к ним туда маленькие уже самые маленькие можно будет и там самим сделать не так сильно отталкиваясь от картинки на что примерно когда вот получилась какая-то общая форма кроме совсем маленьких и тогда вы можете подробнее взяться за какую-то одну часть например вот этот уголок нам есть на что ориентироваться да вот есть толстая ветка есть который уходит влево и тут мы смотрим чего нам не хватает а потому что где-то вот эти ягодки будут которые вниз свисают где-то более тонкие веточки всегда нам удобнее делать прорисовку если мы ориентируемся на какой-то определенный сектор да если мы все сразу не делаем поэтому вот здесь тоже мелкую вот такую прорисовку тоненькую даем самые такие невидимые самые тоненькие из веточек очень с легким нажатием карандашика их делаем дальше можно опуститься пониже проследить следующие ветки добавить серединку вот когда там не достает у нас чего-то по цвету до черным конечно мы намечаем все таки это довольно удобно но можно туда добавлять и другие оттенки например синий есть там если прямо подробно вглядеться то можно даже заметить что они скорее какому-то темно до фиолетовому очень плотному уходят и некоторые из них не темные на них попадает свет и они светлые все такие со светлыми бликами поэтому сейчас такие основные да мы с вами расставим я уже сама начинаю немножко там путаться главное вот эту пушистость там добавить из веточек просто когда основа есть мы на них вот так вот нанизываем добавляем какие-то тоненькие более маленькие ветки самые толстые их можно еще делать поярче на них тоже может где-то синий быть сверху там по моему еще что-то вниз уходит вот это вот где основная масса листьев идет на там и веточек где-то тоже побольше будет ну логично на поэтому там можно вот эту паутинку из веток ее сделать побольше вот так вот в разное направление добавляем прям совсем такие тоненькие где-то они идут с перерыв чеками до линия наша немного может прерываться нажимаете сначала там посильнее на карандашик потом менее сильно немножко нужно еще какой-то мелочи слева тоже несколько маленьких добавить если в середине может оставаться до какая-то путаница следите за краешками чтобы они были более понятны потому что будем когда смотреть на картину то первая очередь вот на края на общую форму будет цепляться взгляд чтобы здесь они были все завершенные были понятные ветки в центре там можно и как-то схитрить будет какие-то поплотнее да я специально выделяю некоторые будут там более толстенькими если образуются какие-то спорные моменты да где там может быть что-то не так красиво получилось где-то не очень веточку прорисовали это можно будет покрыть конечно листиком и все и это будет довольно безопасно что касается вот ягодок да либо вот чего-то такого что у нас есть на метках можно карандашом конечно но удобнее будет если мы мелочками с вами расставим поэтому смотрите где самые такие крупные скопления самые частые этих ягодок туда их добавляем танк центры много их конечно и лучше чтобы это было рядом с ветками до чтобы они выглядели что это с них такие прекрасные ягодки свисают можно сделать черным можно потом туда добавить несколько даже синих моментов но синий учитывайте он может сливаться с фоном потому что примерно вот какого-то такого тона у нас и фон по светлым моментам есть и у некоторых ягодок до светящиеся части с бликами можно на них добавить они сразу будут становиться объем не я с основными мелками же разбросала первую основу для листьев получается для более темных и те которые находятся вдалеке можно использовать вот такой gold green он идет на самом деле какой-то любой оливковый оттеночек он подойдет для следующих участков поярче нужно будет что-то такое золотистая да и с ним особенно можно почетче прорисовать те которые самые такие заметные листочки например с левой стороны да где-то в центре по форме это получается давайте вот с таким зеленым еще сделаем по форме это такой кружочек и потом вниз своего отпускаете и форма такого и сердечко у нас получается те которые как бы создают основную массу которые вдалеке находятся они пускай будут более спокойны по цвету можно добавить красноватых каких-то коричневатых это все опять же то что будет подальше когда мы будем прорисовывать листики ближе к нам здесь лучше взять что-то более яркое например вот какой-то желтый такой и мы учитываем конечно же момент что у нас фон уходит в синий он практически до синий такой соответственно все мелкие которые вы будете добавлять они будут перемешиваться в большей либо меньшей степени с ним и все равно будут чуть-чуть как бы зеленить но я думаю это не страшно преимущественно они все равно там желто-зеленые по цвету так что с финишным каким-то более ярким вы добавляете либо светлые участки на уже готовых листиках либо те которые хочется сделать поближе к нам поярче и вот так ярким и разметим дальше можно будет взять карандашик с ним чуть-чуть добавить прорисовки контуров до деталей на какие-то из них либо наоборот сделать те которые находятся вдалеке потому что карандашик не будет настолько ярко работать еще один момент если слишком яркие слишком-таки желтые у вас получились прям уж очень осенние можно добавить светлого мелочка наверх не обязательно там на каждый листик но хотя бы на некоторые таким образом и чуть-чуть свет смягчим но он по-прежнему будет смотреться ярким это могут быть даже просто там какие-то кусочки участки листиков так можно подчеркивать их окончания например да так чуть-чуть подсвечиваем так как все равно это не какой-то один желтый да там есть и светлые моменты более вот так вот жизненько относительно до реперенс а получается но я думаю это не страшно мы с вами сейчас сами решаем сколько нам листьев там понадобится с красно-рыжим я могу чуть-чуть доработать некоторые из листочков какие-то показать как будто там боком до находится нам не нужно все листы располагать что они вот прям ровно и такие смотрят на нас какие-то могут на дальнем плане находиться какие-то в глубине видите даже этот очень яркий казалось бы карандаш по фону готовому заполненному с довольно большим слоем он очень ярко не работает он скорее просто добавляет такие небольшие нюансики туда думаю какой-нибудь взять давайте возьмем желтый зеленый он будет себя ввести более заметно так как этот зеленый он и ближе к синему ему там будет проще оставить цвет этому несколько зеленых можете туда добавить либо какие-то из желтеньких скажем тоже сделать зеленее смотрю просто по количеству так как у меня веточек немножко меньше получилось да и поэтому листьев тоже я не буду делать очень много чтобы прям такое супер пышное дерево не было наверху там чуть-чуть добавлю может быть там капельку еще до с желтым подчеркнем какие-то листики уголочки небольшие для них сделаем главное чтобы кончики вот так читались тогда все будет у нас очень естественно выглядеть ну что я думаю можно сделать все веточки давайте сделаем которые к нам поближе которые идут перед листьями возможно вы подчеркнете те которые уже были да например просто они будут поярче чтобы выглядело естественно чтобы не получалось что там например ветки вдалеке а листья перед ними потому что где-то они будут выходить и листья передний план какие-то из них выбираете и подчеркиваете может быть какие-то новые там появятся да то же самое что касается вот этих ягодок возможно где-то их будет побольше какие-то более четкими должны там будут получиться немножко вот так вот дома доводим особенно до краешки смотрим внимательно чтобы они интересно смотрели чтобы выглядели настоящими там можно еще там каких-то ягодок сюда добавлять сейчас посмотрю по листочкам где еще именно вот по массе добавить если даже не один в один да мы как там делаем все равно смотрите чтобы не было симметрии чтобы они все какими-то одинаковыми смотрелись наверное в завершающий момент я хочу чуть-чуть вытянуть вот эти красные добавлю оранжевого капельку наверх да там либо новый листик создадим либо сделаем какой-то кусочек там поярче и даже какой-нибудь красно-розовый можно пятнышко добавить можно взять на какой-то там существующий выделить много с левой стороны для поддержки пускай там тоже что-то красненькое будет да вот с мелочком так поярче смотрится и какой-нибудь справа здесь тоже пускай будет у него кусочек в оранжевый уходить теперь светлый карандаш будет нужен можно белый можно желтый мы сделаем вот такой вот контур это будут небольшие веточки которые соединяют листья да потому что основание видите у листиков она идет все равно светлое в темным веткам где вот видны что они отдельные листочки вы у них можете хотя бы там но на каких-то дам добавить вот такие ветки здесь сейчас чуть-чуть по конкретнее сделают очень рваная форма получилось может быть перед ними да там небольшой намек что веточки есть вообще вот так да ну что мне кажется хорошо капельку еще все-таки хочу я подсветить некоторые листочки много так да отлично еще один момент если вдруг да не получилось ровно сделать мелками и прям просится какой-то контур где-то поровнее хочется вам сделать вы можете с помощью растушевки за счет фона добраться к листиком как бы его очертить чтобы вот эта желтая форма она собралась так можно сделать с листиками которые снизу например фон таким образом не пострадает но зато у листочков будет более четкая форма с правой стороны то же самое можно сделать потому что все равно когда мы их намечали возможно где-то что-то заходило за фон и получилась линия нечеткая так вот поправили не обязательно все пускаю там какие-то и хаотичные остаются на самые заметные которые вот сейчас бросаются в глаза что у них неровная форма их вы можете скорректировать если прям очень хочется можно и в них до небольшие там прожилочки полосочки сделать это не обязательно но добавит конечно и степени фотореализма туда ну что мне кажется замечательно давайте теперь посмотрим на всю работу вместе если где-то случайно до попали вот мелочком возможно управляем все эти зоны чтобы работа смотрелось чисто если вы рисовали на бумаге абразивный как яда то в этом случае не нужно ее будет ничем финишно покрывать никаким лаком если же да у вас обычная классическая пастельная бумага то вы можете фиксативом для пастели ее немного покрыть сильно не попадая все равно на участок лебедя потому что белые цвета они страдают при фиксации можно сделать и лаком для волос но тогда просто рассчитывать что возможен где-то непредсказуемый результат через какой-то промежуток времени ну потому что это не предназначено хоть все так и дело да но так если серьезно говорить да на эту тему то конечно лак для волос он предназначен для волос понятно тень то есть отражение в порядке сейчас просто по всему да вот так вот пробегаюсь по всем участочкам вместе все нормально смотрится по цвету будем оставлять такое озеро так что мы можем подписать нашу картину с лебедем правом нижнем углу я поставлю подпись подпись чем-то светло можете сделать потому что на фоне зеленого будет выглядеть очень хорошо можно инициалы можно подпись с датой и все будем на этом завершать наш мастер-класс этот урок мне было приятно с вами порисовать я надеюсь вам тоже понравилось если будут какие-то вопросы комментарии пожелания вы всегда их можете оставить под этим видео и увидимся с вами на следующих уроках пока пока